Здравствуйте! Меня зовут Миржакар Файзулаев и я недавно женился. Чистая правда? Я тоже поначалу так радовался. Не, на самом деле, знаете, свадьба это для каждого в жизни очень ответственный, очень важный момент. И не сколько для меня или для моей жены, сколько для моих родителей. Потому что если все люди в мире женятся, когда они сами готовы, мы женимся, когда родители к свадьбе готовы. Потому что, вы же знаете, мы делаем такие шикарные свадьбы. Вот прям, вот такие шикарные, чтобы вот, ну, чтобы сосед позавидовал. Понимаете, мы можем на эту же свадьбу занять у него же денег. Ну, чтобы он позавидовал, все для него. Это главная цель. А мы что, мы можем в ЗАГСе просто расписаться и все. И знаете, в конце концов, мы единственная нация, кто придумал первым такое понятие, такой ноу-хау, как свадьба в кредит. Это такой ипотечная свадьба, понимаете? И даже если этих денег не хватит, в конце концов, есть свадьба в аренду. Там все берется в аренду, абсолютно все. И напитки, и фрукты. Вот это ананас особенно. Вот у меня к вам такой вопрос. Кто-нибудь когда-нибудь на узбекской свадьбе видел, чтобы ананас резали? Нельзя, потому что в аренду. Я как-то попытался просто потрогать. Меня 10 человек чуть не избили. Мне казалось бы, да, просто фрукт. Им без разницы, просто фрукт. То, что я просто решил потрогать. То, что я жених, в конце концов. Не, на самом деле, да, фрукт, это все хорошо. Но есть такая традиция у нас. Жених отправляет барана в сторону невесты. У кого есть знакомые в узбеке, можете поинтересоваться, это чистая правда. Но потом, не сейчас. Отправляет барана, и чем круче баран, тем больше уважения заслуживает жених. Понимаете, да, логику? За человека отвечает баран. А таких крутых баранов у нас как бы немного их. Ну вот тесно. Не все бараны катяются как бы. И вот этих баранов потом берут в аренду. Режут другие, но отправляют эти. Понимаете? Вот этот баран все, что делает, просто ходит по свадьбам. Это его работа. У этого барана, знаете, сколько свадеб? Ну, столько свадеб даже нет у Арсена Гляньчева. Честное слово, я вам честно говорю. Я не удивлюсь, если где-то в инстаграме барана есть такая фотка. Сегодня работаем с Арсенем Гляньчевовичем. Потому что у Арсена Гляньчева в инстаграме есть такая фотка. Но, тем не менее, этот баран, знаете, он такой занятой. У этого барана есть администратор. Сейчас же у каждого барана есть администратор. Но на самом деле, да, у него есть администратор, потому что он очень занятой. Ну, просто так его не позовешь на свадьбу. Вот кто сейчас самый крутой в узбекской эстралы? Вот, вот Биг Назарбеков, допустим, да, вы решили его позвать на свадьбу. Если он вам скажет, что в тот день, когда вы его хотите, он занят, либо заказ у него, либо что-то еще, вы просто скажите, что вы уже с бараном договорились. Он поймет уровень свадьбы, отменит все дела и приедет. И еще, знаете, у этого барана такой уверенный взгляд. Потому что он уверен в себе. Он уверен, что сегодня его не зарежут. Вот кого-кого, только не его, понимаете? Тут даже невеста под вопросом. А невеста под вопросом, потому что, не дай бог, этот баран узнает эту невесту. Значит, у нее еще где-то свадьба была. Самое обидное, самое обидное, если этот баран узнает, все поверят барану, а не невесте. Потому что он решает. Но, на самом деле, я считаю так, вот узбекские семьи, вот наши, они во всем мире самые крепкие. Самые крепкие и самые дружные. Потому что нас, помимо любви и взаимопонимания, объединяет еще и общий кредит на свадьбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова